Всемирная паутина. Поисковые системы. Свободный доступ к информации, невзирая на границы и расстояния, стал возможен благодаря всемирному хранилищу информации, существующему на технической базе сети интернет. У большинства наверняка сразу возникли мысли об известной аббревиатуре 3W – Web. Давайте разберемся, что же такое 3W или World Wide Web. World Wide Web дословно переводится с английского как «сеть, охватывающая весь мир». Это есть не что иное, как всемирная паутина или интернет – мощнейшее информационное хранилище, без которого мы уже не представляем себе нашу жизнь. Есть на свете сеть сетей. Очень интересно с ней. Людям всем она нужна. Миру очень сеть важна. Что за сеть? Найди ответ. Ну, конечно, интернет. Интернет – это множество информационных ресурсов, организованных в единое целое. Эта всемирная паутина объединяет огромное количество информационных ресурсов, размещенных в компьютерах по всему миру. Она организована так, что в ней информационные ресурсы представлены не в линейной последовательности, а снабжены ссылками, гиперссылками, которые указывают на возможные переходы, связи между ресурсами. Интернет – это здорово. Чего там только нет. Любимые игры, мульты, музыка, друзья, подсказки к урокам, необычные истории, интересные люди, разные страны, новости, реклама и много-много чего. Давайте немного заглянем в историю возникновения сети интернет. Она выглядит примерно так. Британский ученый Тим Бернерс Ли в 1989 году, работая в Европейской организации ядерных исследований над внутренней системой обмена документов, предложил глобальный гипертекстовый проект, который стал основой современного интернета. Первоначально, как ожидалось, интернет должен был помочь ученым по всему миру быстро обмениваться необходимой информацией. Интересно, что его босс назвал эту идею «Непонятный, но заманчивый». Годом позже Тим Бернерс Ли написал необходимые программы, позволявшие выходить в интернет. Кстати, сам британский ученый не спешит присваивать все заслуги по созданию всемирной паутины исключительно себе. Он предлагает считать изобретение интернета заслугой ученых всего мира. «Я получал письма от ученых из самых разных стран, которые считали, что интернет – это классная идея. Все они участвовали в его создании», повторяет он из года в год. Создатель интернета считает, что будущее интернета за мобильными телефонами. Интернет становится все более и более мобильным, и это ключевая тенденция, которая будет менять облик нынешней сети. Каждый человек может в интернете выложить свою информацию, создать свой сайт или просто веб-страничку. Все это могут прочесть и посмотреть люди разных стран. Почему? Как же организована информация во всемирной паутине? Информация организована как в книгах, в виде страниц, только веб-страниц. Эти страницы могут объединяться в более крупные составляющие – сайты. Слово «сайт» в переводе с английского «место», «участок». «Веб-сайт» – это место, где несколько веб-страниц связаны между собой с содержанием или они принадлежат одной организации. Например, в каждой школе есть свой сайт, где опубликованы основные документы, достижения учащихся, там рассказывается о жизни вашей школы, есть страничка для родителей. Сайты есть у государственных структур, общественных организаций, предприятий, фирм и компаний, музеев и библиотек, телевизионных передач. Как же ориентироваться на сайтах? Во-первых, у каждого сайта есть главная страница, которая аналогична странице с оглавлением в книге. Во-вторых, в текстах сайта на страницах цветом или подчеркиванием выделены некоторые слова, гиперссылки, от которых идут гиперсвязи. В-третьих, когда мы щелкаем мышью на гиперссылки, то переходим на другой документ, который может находиться в компьютере другой страны или даже континента. А вот в качестве гиперссылок может использоваться не только текст, но и любое графическое изображение. Такую организацию информации называют гипертекстом. Каждый сайт и каждая страница имеют свой адрес, по которому к ним можно обратиться. Перемещаться же в интернете помогают специальные программы, веб-браузеры, в переводе с английского означает «осматривать, изучать». Для того, чтобы найти, посмотреть и извлечь какую-то информацию из всемирной паутины, нужно знать, где и как вести поиск, нужен опыт поисковой работы. Как же это можно сделать? Вот тут как раз и помогут поисковые браузеры. В строке поиска можно запросить информацию разными способами. Путем указания адреса документа, путем перемещения по паутине гиперсвязей, путем использования запроса в поисковых системах. Познакомимся с поисковыми системами. Поисковые системы располагаются на специально выделенных компьютерах с мощными каналами связи, которые ежеминутно обслуживают огромное количество клиентов. Поисковые системы постоянно и последовательно работают, отслеживая и изучая все страницы сайтов всемирной паутины. Вы, наверное, замечали, когда пользовались интернетом, что стоило вам запросить какую-то информацию хоть один раз, то в следующий раз информацию на эту же тему вам предложит сама всемирная паутина через интерактивное окно. Потому что для каждого документа составляется его поисковый образ, набор ключевых слов, отражающих содержание этого документа. А так как информация постоянно обновляется, то поисковые системы периодически возвращаются к старым страничкам, чтобы зарегистрировать изменения. Следовательно, информация о ключевых словах, исследованных таким образом страниц, сохраняется в поисковой системе. Вот поэтому-то вы еще не успели запросить снова домашнее задание по математике, а у вас на экране уже появилось окно с предложением заглянуть на сайт, где вы найдете нужную вам информацию. При поступлении запроса от вас поисковая система на основании имеющейся в ней информации формирует список страниц, соответствующих вашему запросу поиска. Существует множество поисковых систем. Самой популярной в мире поисковой системой является Google. Ее преимущество. Это самая быстрая и большая поисковая система. Содержит информацию о полутора миллиардах страниц. Есть возможность выбрать язык. Оценивает популярность по количеству ссылок. Крупнейшие отечественные поисковые системы Яндекс и Рамблер. Преимущества системы Яндекс состоят в том, что это мощная отечественная поисковая система. Она осуществляет поиск в основном русскоязычных ресурсов, не уступает зарубежным системам, проводит качественный анализ информации с учетом словаформ русского языка. Рамблер – одна из первых русских поисковых систем. Кроме стандартных возможностей поиска, имеется рейтинг-каталог ресурсов. Статистика гласит, Поисковой системой Google пользуются более 40 миллионов человек. Яндекс – более 31 миллиона человек. Рамблер использует более 25 миллионов человек.